Дети в городе Многие родители считают, что к логопеду стоит обращаться, когда есть дефекты речи Но на самом же деле логопед-дефектолог может гораздо больше Некоторые родители думают, что эти проблемы будут сами собой, но это не так Без специалистов здесь никак не обойтись Давайте же посмотрим, как приходят занятия в школе риторика Помогли ли вам в решении ваших проблем? Все те проблемы, с которыми мы пришли, были решены Нам поставили все нужные, все звуки, которых у нас не было И мы очень довольны тем Довольны ли вы результатом? Да, конечно С удовольствием ли ваш ребенок посещает эту школу? Каждый раз перед началом занятий он спрашивал, мы идем сегодня в школу, когда мы пойдем сегодня в школу? Ему очень нравится преподавать или школа Здравствуйте, Инна Валентиновна, хотим поздравить вас с юбилеем школы Здравствуй, Аня, спасибо, мы всегда рады видеть друзей у нас И могли бы вы рассказать, чем ваша школа отличается от других подобных заведений? В первую очередь профессионалами, работающими в нашей школе, это логопеды, психологи, дефектологи, педагоги Они, это опытные и знающие люди, но они продолжают учиться и повышать свою квалификацию Для того, чтобы оказать помощь каждому обратившемуся в нашу школу А зачем они это делают, знаете? Для того, чтобы, основываясь на глубоких знаниях педагогики, психологии, логопедии, нейропсихологии Составить индивидуальный план для каждого обратившегося к нам Кому-то поможет логопедический массаж, кому-то логоритмика Для кого-то важна мозжечковая стимуляция на балансировочных досках Для кого-то важно развитие дыхания, развитие общей и мелкой моторики И всем этим владеют наши специалисты Поэтому они могут оказать квалифицированную помощь при любом расстройстве речи Скажите, кто к вам обращается? Конечно же, к нам в первую очередь приходят детки, у которых нет каких-либо звуков Не умеют рычать или шипеть Но и очень большое количество сейчас у нас детей трехлетнего возраста Которые не начали разговаривать вовремя Есть дети у нас с расщелинами, расщелинами губы, расщелинами нюба Детки со сниженным слухом Из какого возраста нужно обращаться к логопеду? Важно следить за нормами развития речи И сейчас я бы рекомендовала обращаться родителям с двухлетнего возраста Мы работаем с детками, начиная с двух лет Вы работаете только с детьми или можно исправить речь во взрослом возрасте? Мы работаем и со взрослыми К нам обращаются студенты или взрослые люди Которые для своей профессии необходима четкая дикция Правильно поставленные звуки К нам также обращаются и люди более старшего возраста Которые перенесли инсульт или травмы головного мозга Мы восстанавливаем им речь Скажите, отличается ли методика работы с детьми и взрослыми? Конечно, методики абсолютно разные Так как мы основываемся на ведущей деятельности Если это дошкольники, то основные методы игровые Если это уже школьники, то это учебная деятельность Нужно ли педагогу найти мотивацию для ребенка, чтобы он захотел исправить свою речь? Конечно, эффективность работы будет лучше Если ребенок будет с удовольствием бежать на занятия И наши специалисты находят эти приемы и методы для того, чтобы привлечь ребенка к работе Скажите, а важно ли будущим первоклассникам, чтобы у них была поставлена речь? Конечно, скоро 1 сентября И всем первоклассникам нужно правильно выговаривать звуки Потому что неправильное звукопроизношение может привести к неуспеваемости в школе И также к более сложным нарушениям, нарушениям чтения и письма в дальнейшем Поэтому хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они вовремя пришли и исправили все недостатки звукопроизношения Здравствуйте! Могли бы Вы с родителем как вовремя заметить проблемы в психоречевом развитии ребенка? Это может Вас удивить, но проблемы в психоречевом развитии детей можно заметить с самого рождения Сначала наблюдают у невропатологов, у педиатров рефлексы Если рефлексы нарушены, то это уже может говорить в пользу того, что у ребенка есть какие-то проблемы Если ребенок не реагирует на появление взрослого, не улыбается, не прослеживает глазками Это тоже уже какие-то моменты, на которые родители могут обращать внимание Если ребенок в дальнейшем не реагирует на обращенную речь, замыкается в себе Скажите, а есть ли нормы развития речи? Безусловно! Речь, как ни странно, развивается с первых моментов жизни Уважаемые мамы, бабушки, папы и все, кто небезразличны к развитию своего ребенка Обращайте, пожалуйста, внимание на развитие речи своего малыша И не ждите, пока пройдет или перерастет Мы теряем время, драгоценное время развития Поэтому в любом случае, если вы видите, что что-то вас беспокоит, что-то не так Всегда приходите и проконсультируйтесь с опытным специалистом Дорогие родители, внимательно следите за развитием своего ребенка Не пропустите сигналы, на которые нужно обратить внимание А теперь пришло время нашей викторины Какой язык имеет самый большой алфавит? Желаем удачи и ждем ваших ответов в комментариях под видео в нашей группе Пока!